Из Читы Владимир Путин отправился в Пекин. Там он особо отметил важность того факта, что лидеры России и Китая, как и 9 мая, нынешнюю дату тоже отмечают вместе. Антон Верницкий продолжит тему. Китай все последние дни в ожидании торжеств, посвященных 70-летию окончания Второй мировой войны и победы китайского народа над Японией. Здесь даже по этому случаю несколько дней, как остановлены все заводы вокруг Пекина, чтобы над городом не висел смог. В последний раз нечто подобное было во время Пекинской Олимпиады в 2008. Российский президент – один из самых почетных гостей на предстоящих юбилейных торжествах. Здесь не забывают, что именно армия нашей страны в ходе военной операции в конце лета 45-го года практически уничтожила японскую квантунскую армию, захватившую большую часть Китая. Сразу после прилета в Пекин Владимир Путин встретился с премьером Госсовета Китая Ли Кэцзяном. Важно, что этот праздник, как и День Победы 9 мая, Россия и Китай отмечают вместе. И тем самым мы наглядно демонстрируем и нашим народам, и всему миру, что у нас единые оценки итогов Второй мировой войны, и мы против попыток отрицания и искажения истории. Ну и, конечно, мы воспользуемся этим благоприятным случаем для того, чтобы поговорить о наших двусторонних отношениях, которые развиваются, несмотря на все внешние проблемы, развиваются очень интенсивно и приносят пользу как народу Китая, так и народу Российской Федерации. Очень рад вновь увидеть вас. В прошлом году, во время моего визита в Россию, вы очень гостеприимно принимали меня. Вы правы, искажения истории и переписывания итогов Второй мировой войны недопустимы. Сегодня я хотел бы обменяться своими мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес для наших стран. Сегодня же прошел ужин в честь всех приехавших на торжества лидеров от имени главы Китая Си Цзиньпиня. На приглашение откликнулось около 20 лидеров государств. Соединенные Штаты, несмотря на то, что в годы войны были партнерами по антигитлеровской коалиции, в торжествах участия не принимают, как и часть европейских лидеров. Хотя приглашения всем были отправлены, а вот российская делегация в Китае одна из самых больших. Так, министр обороны России Сергей Шойгу уже успел провести в Пекине переговоры со своим коллегой, отметив, что российско-китайское военное сотрудничество оказывает стабилизирующее, как он выразился, влияние на международную ситуацию. На днях в Китае завершились наши совместные военно-морские учения, в ходе которых отрабатывались антитеррористические и антипиратские действия. Поблагодарил Шойгу военных Китая и за участие в параде победы в Москве 9 мая. Дело в том, что китайская армия до этого никогда не участвовала в парадах за пределами своей страны. То, что вы сочли необходимым и важным вместе с нами отметить в Москве 9 мая празднование 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и принять участие в военном параде, еще раз подтверждает тот глубокий уровень сотрудничества и наших исторических связей. Основные торжества начнутся в Пекине завтра. Китайцы запланировали грандиозный парад к этой дате. Только в торжественном шествии будет участвовать 12 тысяч военнослужащих. Репетиции на главной площади Тяньаньмэнь шли до последнего момента. А военные атташе, работающие в Китае, уже обратили внимание, что во время парада будет продемонстрировано несколько новейших образцов вооружения. Прежде всего, ракетного. Например, противокорабельная китайская баллистическая ракета. Ее еще называют убийцей авианосцев или разработанной в Китае, в том числе и на основе наших технологий, истребитель Тянь-10. Примут участие в параде и военные из России. Рота почетного караула Преображенского полка. Они даже сегодня, накануне парада, продолжали репетировать свой строевой шаг. А это, поверьте, очень сложно на 30-ти градусной жаре, которая стоит сегодня в Пекине. Все-таки 9 мая, в День Победы, у нас гораздо прохладнее. Но у наших почетная миссия. Они будут завершать торжественное шествие. Таким образом, Китай отдает дань уважения нашим солдатам, павшим за освобождение своей страны. Также торжественным маршем в последний раз наши войска шли по Китаю ровно 70 лет назад, во время парада по случаю окончания Второй мировой, в сентябре 1945-го. Антон Верницкий, Павел Волконский, Владимир Ржевский, Марина Чайка. Первый канал. Китай. Пекин.